Друзья, всем привет! Сейчас вы увидите видео с автосалона Рено. Посмотрим весь модельный ряд, который представлен на данный момент и продаются в минских и вообще в белорусских автосалонах. Автосалон Рено на Каменогорске. Это город Минск, ребята. Это, насколько я знаю, самый большой автосалон Рено Лада в Республике Беларусь. Не забываем поставить под этим видео лайк, если вы не подписаны на канал прямо сейчас. Перейди, дружище, и подпишись. И не забудь нажать колокольчик. Ну и погнали смотреть видео. Всем приятного просмотра. Рено Каптюр. Ребят, есть аж восемь комплектаций. В минимальной комплектации на переднем приводе стоимость автомобиля тридцать одна тысяча восемьсот белорусских рублей. И в максимальной комплектации, которая представлена, насколько я знаю, есть в наличии. Это двухлитровый бензиновый двигатель, насколько я понимаю, на 143 лошадиные силы, на автоматической коробке передач, правда, четырехступенчатой. Стоимость составляет тридцать восемь тысяч пятьсот белорусских рублей. Давайте сразу, наверное, начнем с багажника, посмотрим. Вообще от Рено есть, насколько я знаю, ребят. Те автомобили, которые собираются в Российской Федерации и продаются у нас в автосалонах, есть четыре паркетника. Среди все я вам покажу. Что касается багажника, объем багажника 387 литров, вот в таком вот состоянии, а со сложенными сиденьями, объем возрастает даже до 1200 литров. Вот это вот, ребят, как я узнал, вот этот вот коврик резиновый, это, насколько я понимаю, это допы. То есть, дополнительно за это надо платить. Так, как тут это дело? Пол этот... Ага. Ребят, можно видеть, запаска у нее получается снизу. Ну, такое, на самом деле, спорное решение, потому что, ну, постоянно оно все грязное. Если где-то вот, собственно, в такую вот погоду это все дело где-то менять, то, наверное, все-таки не очень будет удобно, не очень комфортно, потому что все вы будете полностью грязные. Розеток. Розеток никаких в багажнике нету. Давайте посмотрим салон представленного экземпляра. Ну, здесь, ребят, далеко не максимальная комплектация. Салон-ткань, автоматическая коробка передач, такой вот подлокотник, ну, выглядит он как-то хлюпенько совсем. Не самая топовая аудиосистема, которая может ставиться на данный автомобиль. Ну, из таких плюшек подогрев сидений, полный электропакет. Ну, по крайней мере, ребята, более в удобном месте здесь находятся вот эти вот стеклоподъемники, потому что в Дастере они находятся прямо под локтем и постоянно пассажиры сзади их нажимают. Ну, а это флагман от Рено, Рено Калеус. Есть аж пять комплектаций. Кстати, все автомобили данной марки, именно Калеусы, они все полноприводные. То есть, не было версий с передним только приводом. По деньгам, так как это, скажем так, флагманская машина, флагман от Рено ценник не самый маленький. И получается от 66 900 рублей начинается стартовая цена за минимальную комплектацию с двигателем двухлитровым на 145 лошадиных сил и семиступенчатым автоматом. Кстати, также не было комплектации, насколько я понимаю, на механической коробке передач. Все ТПП автоматические и семиступенчатые на всех комплектациях. И в максимальной комплектации стоимость 71 600 белорусских рублей. Но я, как понимаю, это по акции. И в данный момент присутствуют только две комплектации. Это Премиум Плюс с двигателем 2.5 на 171 лошадиную силу. Опять же, на семиступенчатой коробке передач. И Премиум Плюс с двигателем двухлитровым турбодизелем. И стоимость у турбодизеля 71 600 белорусских рублей. Багажник. Так, что-то я его не могу... Так, объем багажника, ребят. Всем вам интересно объем багажника. Постоянно в прошлых видео вы мне писали, чтобы смотрел объем багажника. Ну, видно, белорусам это актуально. 550 литров. Вот в таком вот, собственно, виде. И при сложенном заднем ряде сидений вырастает объем багажника аж до 1690 литров. Присутствует вот такая вот шторка. Ну, в общем, она на всех моделях присутствует. Опять же, насколько я знаю, вот этот коврик это допы. Здесь уже запаска в салоне. Мне больше нравится, когда запаска в салоне, нежели как на Каптюре. Потому что на Каптюре, ну, в общем, запаска снизу. Не всегда это чисто, не всегда это удобно. Ну, так как автомобиль флагман, ребята, от Рено. И, в принципе, вот текстильные какие-то вот эти вот моменты. Можно видеть панель приборов обтянута. Ну, такое ощущение, что это кожа. Хотя, скорее всего, это кожезаменитель. Мы позже спросим вообще в целом отделка салона. Но вот мне, вот пишите свои комментарии. Мне что-то кажется, что отделка салона, она, конечно, на ощупь сделана качественно. Но вот мне кажется, что все-таки это кожезаменитель. Обязательно немножко позже я спрошу, уточню этот момент. Но все же мне кажется, что это кожезаменитель. Потому что даже если брать там джилиатлас какой-то, то в нем тоже салон не из натуральной кожи, а из эко-кожи. Поэтому не думаю, что здесь исключение. Хотя автомобиль стоит немного дороже, чем тот же джилиатлас. Ну, если честно, сугубо мое мнение, выглядит он поинтереснее, чем джилиатлас. Опять же, ребята, я ни в коем случае не сравниваю, так как, ну, в общем, две абсолютно разные машины. Здесь уже, что называется, на цвет и вкус товарищей нет. Ребят, в общем, только что уточнил у специалиста. Да, здесь у Рено просто-напросто нету машин с натуральной кожей. То есть, это эко-кожа на Калеусе. Здесь Рено Аркана. Сейчас посмотрим, сколько. Вот, давайте сравним. То есть, если, наверное, распределять по уровню машин, имеется в виду линейку всю, то, наверное, на первом месте это флагман, это Рено Калеус. На втором месте это Рено Аркана. На третьем месте Каптюр. И на последнем, на четвертом, из внедорожников, ну, паркетники, наверное, будет правильнее сказать, это уже Рено Дастер. Ну, а, кстати, что касается Рено Дастер, могу сказать от себя, что проходимость у Рено Дастер очень даже на высоте. Так как у моего товарища, приятеля, есть Рено Дастер, ездили мы на нем по бездорожью, едет он очень-очень даже неплохо, почувствует себя на бездорожье. Друзья, Рено Аркана есть аж 8 комплектаций, и получается, что минимальная цена в минимальной комплектации составляет 33 800 белорусских рублей. И в максимальной комплектации за полноприводную версию стоимость составляет 47 500 белорусских рублей. Ну, и традиционно давайте сразу пройдем, посмотрим багажник, объем багажника. Кстати, вот, что кому напоминает данный автомобиль, ну, вот, мне он напоминает BMW X4. Ну, конечно, ему до BMW X4 далеко, но, тем не менее, здесь надо самому все поднимать. получается, объем багажника 409 литров. Ага, смотрите, 409 литров у полноприводной версии и 508 литров у неполноприводной версии. Так, здесь, судя по всему... А нет, запаска, ребят, здесь под вот этим полом. Варкане комплектация, можно видеть, видно неплохая в представленном экземпляре, то есть салон комбинированный, ткань кожи, но, опять же, ребята, это ок, это кожа. Салон не из натуральной кожи, хотя отделка все это на ощупь, текстильно, на ощупь все приятно выглядит, совсем даже неплохо. Вот так вот выглядит панель приборов на Аркаде. Ну, в принципе, ребят, на самом деле достаточно современно, интересно, на мой взгляд, данная представленная модель на автоматической коробке передач. Ну, идем дальше. Следующий автомобиль, это Renault Docker Stepway. Есть всего лишь две комплектации, обе с одним турбированным дизельным мотором на объемом 1,5 на 90 лошадиных сил. Механическая коробка передач пятиступенчатая. В общем, ребят, в данный момент в наличии, я, как понимаю, только одна комплектация стоимостью 42 тысячи ровно белорусских рублей. Давайте, наверное, опять же посмотрим объем багажного отделения 800 литров вот в таком вот виде и при сложенном заднем ряде сидений возрастает аж до каких-то сумасшедших 3 тысяч 400 литров. Ребят, в общем, на самом деле неплохой, на мой взгляд, каблук для большой семьи, для каких-то перевозок какого-то груза. Все-таки здесь достаточно большое пространство, достаточно высокий потолок. Смотрите, все они на механической пятиступенчатой коробке передач и, судя по всему, вот это вот, это самая обычная у них комплектация и даже аудиосистема это, скорее всего, допы, потому что ее просто-напросто здесь нету. Хотя, насколько я знаю, представлена только одна модель. Но, в целом, панель приборов, если учитывать, что это больше, наверное, как коммерческий транспорт, выглядит здесь все в принципе современно и неплохо, особенно учитывая, если что, это каблук. Вот как-то место здесь, наверное, оно как-то двигается, судя по всему, эти сиденья. Ну, или, скорее всего, просто отодвинуто вперед максимально. Даже столики есть, вот такие вот, для задних пассажиров. Рено Сандерос ТП. Степвей. Ребят, 6 комплектаций присутствуют. В минимальной комплектации стоимость 22 900 белорусских рублей и в максимальной комплектации 28 900 белорусских рублей. Что касается Сандеры, Степвей, ребят, отличие от обычной Сандеры, то, что она немножко выше и у нее присутствует вот этот вот черный пластиковый обвес. То есть, на арках, на порогах, на низах дверей. Вот, по большому счету, все отличие. То есть, ни в коем случае это никакой не паркетник, как мне там один Гарматей писал, что Степвей купить, он внедорожник какой-то. Ну, ребят, их просто-напросто не было полноприводных. То есть, все они переднеприводные. Поэтому никакой это не паркетник, не внедорожник. Чисто автомобиль с немножко увеличенным клиренсом и вот пожалуй добавляет ему так скажем визуально каких-то положительных ощущений вот этот вот пластиковый обвес. Но, опять же, на любителя. Опять же, багажник, друзья. Давайте вам посмотрим. Кстати, что касается багажника, он 320 литров в таком вот состоянии и со сложенными сидениями 1200 литров. То есть, тоже, скажем так, немаленький объем. Можно видеть, во всех представленных экземплярах лежит вот этот резиновый коврик, но, насколько я знаю, это допы. То есть, за это надо будет доплатить отдельно. Ну, опять же, ребят, все здесь по-простому, так как все-таки автомобиль бюджетный. А, кстати, также меня просили узнать по поводу кредитов всевозможных, рассрочек. Ребят, кредит можно взять на автомобиль аж до 10 лет. Ну, опять же, наверное, это все-таки говорит, ну, все-таки для кого-то может быть это плюс, но, ну, не знаю, машину в кредит на 10 лет это такое, не самый лучший вариант, на мой взгляд. Представьте, вы возьмете автомобиль сегодня, будете платить за него там, сегодня 2020 год, возьмете в 2020, а погасите кредит в 2030. ну, такое, прям машина в ипотеку, но, тем не менее, он есть и это, безусловно, для кого-то плюс. Также у них присутствует рассрочка, рассрочка, ребят, насколько я знаю, от 12 до 18 месяцев с предоплатой вроде бы в 30%, но, опять же, не на все автомобили, то есть, на некоторые автомобили 12 месяцев рассрочка, на некоторые до 18. Ребята, здесь еще одно чудо техники, это Logan Stepway, ну, как вы понимаете, от обычного Logan он отличается тоже, что немножко выше дорожный просвет, и вот эти вот пластиковые накладки на арках, на порогах, ну, и просвет, конечно же, существенно выше, то есть, не знаю, как камера передаст, но вот просвет дорожный, я вам даже сейчас наверно скажу сколько, ну, что-то не могу, если честно, найти дорожный просвет, ну, вот, ребят, дорожный просвет 205 миллиметров, то есть, практически, как у Renault Duster, по багажнику, объем багажника 510 литров, ну, багажник, в принципе, не сказать, что очень большой для седана, ну, и не сказать, что какой-то он маленький, ну, так, конечно, здесь можно видеть, никакой пластики в речи не идет, то есть, достаточно все бюджетно, сразу можно видеть голый металл везде, то есть, никаким кожухом, никакой пластиковой такой защиты они это все дело не закрыли, но, что касается салона у Logan Stepway здесь все то же самое, что и в обычном Logan, не больше, не меньше, то есть, салон, да, по сути, это, ребят, одна и та же машина, это Renault Logan, только, как я уже сказал, немножко с увеличенным дорожным просветом и пластиковыми накладками, а так, по сути, никаких отличий, ни о каком полном приводе, ни на Logan Stepway, ни на Sandero Stepway речи не идет, и идти, так сказать, не может, обычный легковой автомобиль. Друзья, Renault Duster есть аж 7 комплектаций, но представленные, которые на Каменогорской, мы сейчас находимся в автосалоне Renault Lada в городе Минске на Каменогорской, это самый большой автосалон в республике Беларусь, я имею ввиду от Renault, представленный, не все комплектации, в минимальной комплектации с двигателем 1.6 28800 белорусских рублей, составляет цена с передним приводом, то есть, неполноприводный автомобиль, и в максимальной комплектации бензиновая версия будет стоить 36500 белорусских рублей, с двухлитровым бензиновым двигателем на автоматической коробки передач, автомат, насколько я знаю, четырехступенчатый, старого образца, и дизельная версия в максимальной комплектации с двигателем 1.5 турбодизель на 109 лошадиных сил, 35800 белорусских рублей. Давайте раз посмотрим багажник. Ребят, по багажнику здесь у неполноприводной версии вот в таком вот состоянии объем багажника будет 475 литров, у полноприводной 408 литров, у если при сложенных сиденьях, у неполноприводной версии составит объем 1636 литров, полноприводной 1570 литров. Кстати, здесь не представлено, но было, я знаю, в этом автосалоне также был Renault Duster с рабочим объемом 1.6 бензин, полноприводный, то есть оказывается были даже такие, то есть не все Duster с двигателем 1.6 с передним приводом, то есть были и полноприводные версии, но если честно, на мой взгляд, Duster полноприводный 1.6 едет не очень хорошо, то есть в общем не хватает ему такого двигателя, как правило, само то для Duster это двухлитровый бензин или 1.5 дизель, ну вот представленный экземпляр можно видеть уже на шестиступенчатой механике, кожаный салон, ну опять же еще раз повторюсь в очередной раз салон здесь не из натуральной кожи, ну кстати смотрите, тонированные стекла задние, а в Беларуси у нас, как правило, тонировка не приветствуется по закону, но опять же там есть какие-то моменты, наверное, все-таки если тонировка заводская, то скорее всего все норм на этом друзья уже все видео подошло к своему завершению кстати что хочется добавить видите вот эти вот пороги металлические это все допли то есть они не идут ни в одной из комплектаций то есть если вы хотите например вот такую вот подножку то это все вам придется доплатить на этом все друзья всем удачи на дорогах всем пока